Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчёте. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии брыснется. А по твоей теме постараюсь узнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит есть за что. Ну что стоишь? Отходи, я не кусаюсь. Подойдусь? А, подошел. Не знаю, как у вас, друзья, а у нас 30 октября. На дворе, вон, красота, погодка лучше стала. Не знаю, сколько, несколько дней дождь был какой-то сумасшедший. У нас недавно ураган был. Настоящий ураган. Прям ветром сдувало крыши, ломало ветки. У меня во дворе, я хотел сказать, у меня в деревне сломало огромное дерево вот так вот пополам, короче. Жуткое зрелище. Одна упала в пруд, а другая лежала там, ну как бы рядышком. Ну то есть вообще красотища. И, кстати, я должен сказать, да, у нас перерыв, да, и что, и что. Сколько мы, недели, полторы, и все. Вот и сейчас снимаем-то, снимаем, ну и все. Поэтому, смотрите, как-то было, я сказал, что в Воронеже был снег числа 10-го, что-то такое. Кто-то в комментариях, один из воронежцев, написал, говорит, какой нафиг снег. Не было никакого снега, поэтому исправляемся. Но я где-то в новостях прочитал, что в Воронеже выпал снег. Поэтому, ну извиняйте, за что продал, за что купил, за то продал. Вот так вот. Ладно, у нас сегодня интересная ситуация. Молодой человек купил Asus Tav Gaming, это у нас 6500 XT, Radeon, такой красавчик. Купил его на Авито. Вот. И ты знаешь его предысторию немножко? Потому что там, то, что он ее купил, ну вот, то, что он ее купил, и говорит, что после поставил ее в компьютер, и говорит, она сильно перегревается. Вот. Поэтому я посмотрел, вот что мы сейчас видим. Видим, у нас здесь температура GPU 61, Hotspot 68, памяти 6. Ой, 86 точно. Чуть-чуть не надурел никого. Вот. И видим, что все более-менее стабильно. Стабильно частоты держат, ну вот какие-то просадки, не знаю, что это такое. Не важно. То есть у нас в целом все очень стабильно, ровно. Поэтому сейчас ее выключаем. И немножко сейчас посмотрим на то, на обзоры этой карты от других людей, именно новой. Посмотрим, какая она была ранее. То есть когда она вот с самого завода. Посмотрим ее температуру. И посмотрим вообще, лазили в нее или нет. Но, скорее всего, лазили. Говорят, что ее там, насколько я знаю, обслуживали. И как-то, видимо, неудачно, что ли, обслужили. Поэтому, ну не знаю. Сейчас мы как раз это и проверим. Вот. А пока, по ходу дела, мы будем показывать всякое новенькое, что произошло в сервисе. Ну да, смотрите, пломб нет. Пломбы нет. А я не знаю, есть ли она должна быть. Ну, короче, ее нет. Выглядит, конечно, дешево. Нет, знаешь, как вот внедорожники, у которых очень высоко кузов и рама вот выглядывают вот эти штуки. Понимаете, я, конечно, автомобилист еще тот. Но вот прям раму видно внизу. Вот это вот. Вот так вот она и выглядит, конечно. Та-дам! Так, во-первых, Саша, здравствуй. Вот. А у нас обновление. Саша, как тебе это обновление? Удобно? Да, удобно. Мы ее собирали, собирали и соврали. Ну, такая красота получилась. Это у нас приемка. Приемка, значит, заключается в том, что у нас есть непосредственно место, где принимаются ноутбуки. Потом все еще разделено на две, на три зоны. Никита наверху, здесь у нас зелененьким Саша и синий Миша. Вот. Это не состояние Мишина, это его цвет приемки. Точнее, его ноутбуков в работе. Кстати, почему у него так много вот этого? Интересно. Ну, это, кажется, эти разборные. Да. А то как-то выглядит немножко жутковато. Вот. Нет, да. Да, это вот снизу. Мне как-то они-то неожиданно попали. Хорошо. Вот такая вот у нас красота. Такое обновление. Вот. И радуемся, не нарадуемся. Хотим, чтобы все здесь было так же красиво. Вот эти вот. Чтобы вот этого вот не было. Мы тут немножко наводим порядок. Видишь, я тут подписал эти коробочки, что здесь вот для отправки. Потом здесь ничего нет, потому что там ничего нет пока. Ну и так далее. То есть немножечко обновляем, потому что беспорядок это не круто. И как-то стыдно вам это все показывать. Ну, это беспорядок. Ну, в самом деле, вы засмеете, скажете, ну вас нафиг. Вот. А у нас, давайте, что будем делать сейчас. Да, посмотрим. Вот, я открыл. Па-па-па. Чем-нибудь надо другое. Сейчас. Какой-нибудь 3D Mark. Видим. Здесь, наверное, просто разные тесты. Но, то есть, вот 70 градусов ход спот. КПУ у нас 51. И просто 2, частота чем-то побольше. А, ну, кстати, да. Кстати, да. Но, в любом случае, вот, учитывая все это, видим, что все равно вот выше 70, вот, грубо говоря, 2. Так. У меня тут на фоне немножко сталкеров. Я забыл его выключить. Сейчас. Я тут MacBook мучаю. Не обращаю внимания. Значит, все равно все остальные температуры, которые нам показываются, там 51, 67, то есть, вот не выше 72 градусов ход спот точно не поднимался. Частоты, да, здесь, кстати, не знаю, это я вообще ту версию открыл или нет. Вот. Но, в целом, карточка фактически та же самая. Но у нас видим, что температуру как бы не поднимали. Давайте теперь глянем, что там внутри. Все-таки интересно, как ее там на авито-то обслужили и что сделали. Так. Металлический бэкплейт. Я не знаю, для чего он здесь нужен, ну, насколько он здесь помогает. Этой супергорячей, мощной карте 6500. Но все же, любопытно. Это у нас Dual BIOS, да? Да. А, здесь, может быть, у меня не в том моде подключен, поэтому у меня частоты немножко поменьше. Понятно, может быть. У нас все 4 гиговая, кстати, RX-а. Кинолет. Ну, не знаю. Вообще, я, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, то у нее не этот цвет прокладок. Потому что у меня там вроде серый какой-то стоял. Я где-то нагуглил, в общем, внешний вид внутри этой карты. И там, соответственно, прокладки другие стояли. Здесь вот торец покажет. Почему они так порвались, если их поменяли? Да и нет. Ну, порвались-то и бывает, что прокладки рвутся, а какие нет. Здесь, конечно, недавно обслуживали, все равно рвутся. Да фиг знает. Наверное, хорошо прикипели. Да, и у нас тут смешные 2-гиговые чипы. Ой. Так. Вот. То есть вот такая карта необычно выглядит. Такой небольшой чипик. И вот эти два смешных чипа. Буквально просто два штучки. Они у нас 2-гиговые. Родионы любят 2-гиговые чипы ставить везде и всюду. Вот. И у нас вот так, соответственно, карта выглядит. В целом, в целом, вот если быстро посмотреть, ничего страшного. Я, честно, я надеялся на какую-то жесть. Видим, что, да, пасты не супер много. Я вот не пойму, что. Да, она что-то какая-то густоватая, что ли. Не, но здесь она густоватая, да. А ну вот здесь, видишь, ее фактически нет. И есть пустоты. Вот здесь прям пустоты, где ее нет. Здесь силикон есть еще, ладно. Но здесь прям пустоты есть. Я вот не пойму, что это за паста. Жаль, их как-то нельзя вот так резко определить. Не знаю, на цвет, на вкус. Лаборатория нужна. Лаборатория, да? Да, да, да. Я, короче, думал, что что-то будет жесткое. Ну, серьезно. Ну, не вышло. Прям громко так. Типа, парень купил карту на обид, она перегревается. Все такое. Хочется вот это. А здесь, ну, какая-то скукотища полнейшая просто. У нас тут интереснее, это наша полка красивая. Какая же она классная просто. Не, ну, тем не менее, температура на 10 градусов выше как бы. Ну, типа выше, да. Я не знаю, просто давай сделаем так. Вот давай так. Давай так. Просто. Поменяем термопасту. За секунду. Просто меняем термопасту. Вот, а бы как, очень грубо. Не смотрим на это дело. А, ну, я сейчас с памяти дернул. Ладно. Я хочу, чтобы мы это в рамках вот буквально видоса быстренько сделали. Попробовали поменять термопасту вот так на горячую. Слушайте, я прям оторвал эти куски. Сейчас я их обратно запихаю. Естественно, я буду обслуживать. Пожалуйста, все, не начинайте. Естественно, она будет обслужена. Просто я ее сейчас хочу накинуть, чтобы для тестов. То есть, впастили проблемы. У вас, посмотрите, как красота. Никто не забыл. Ай, как нравится. Так, может, они так и делали? Кстати, может быть. Ну, вот. Что? Ну, кстати, неплохой охлад. Да, тут мы видим, аж целых четыре трубки для такого райзена. Райзена, блядь. Для такого-то маленького чипика. Просто это действительно много, потому что вот недавно какая-то мне попадалась буквально с двумя трубками, причем они очень странно были расположены и буквально прям напополам чип не охлаждали вообще никак. Так, хорошо. Хорошо. Где у нас эта паста? Давайте так. Фирменные наши лопатки в виде наших карточек. Happy PC. Happy PC. Happy карточки. Вот. И намажем ей. Вот термопаста. Что это за термопаста, Саш? Ну, ОСЦ брали. Какая-то осусовая, да, она? Или нет? Нет, это... Японская. А, какая-то японская. Но я так понял, что она вроде бы промышленная какая-то. Шокирует как на Кошаке. Да, да. То, что делировали. А, да. То, что Стас рекламировал, я просто, честно, не в курсе. Вот. Вот так вот. Даже побольше чуть-чуть, наверное, навалим. Потому что не знаем, что там с прижимом. У меня прижим был. Вот. Все. 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 Красота. Вот обслужили за секунду. Также накидываем все это. Вот так вот. Попали вот так вот. Слушайте, только ради того, чтобы понять. 108 градусов у нас подняло. Какой-то веки селись, видос какой-нибудь снять. Что? Что? Правильно. Забыл вентилятор подсоединить. Подожди, сейчас я их отсюда подключу. Да. Все. Супер. Ничего не надо снимать. Все отлично. Просто, просто повезло. С кайфом. Просто красота. Так. Я ее даже закручивать не буду до конца. Вот это вот, да. Потому что вам так интересно. Я безумно интересно смотреть на то, как мы ее скручиваем. Все. Побежали. Побежали ее быстренько того. Так, хорошо. Быстро вставляем ее. Я не помню, что вот была она. Нет. Она в каком-то не завелась из слотов. Зион, проснись. Я тебя умоляю просто, Зион. Пожалуйста. Эти умоляю. Он, нам кажется, в этом слоте не запускался. Насколько я помню. А, вот так? Да, точно. Все делается так, чтобы у нас все хорошо. Ищерное время. Подзатидовалось. А потому что длинные видосы YouTube любит больше, чем коронки. Выложил видос, где... Какой самый длинный видос ты на YouTube смотрел? Сколько по времени? Ой, ну это же какие-то подкасты. Нет. Ну да. Ну ты любил. Чтобы прям... Ну и сколько? А, чтобы смотрел. Типа не отрываясь. Ну вот. Ну часа полтора, наверное. А слушал, ну извините, там... Сколько? Какое-нибудь интервью четырехчасовое точно было. Вот интервью, да. На фоне там поглядываешь. Или... А, стримы! Е-мое! Какой-нибудь Витя по 11 часов стримы запускает. 11 часов! Я это не смотрел, все. Но точно часов пять было такое, что посмотрел. Это... Ой, как много. Зеон, ты ж не это, того. Нет? Ты же работаешь. Я ж тебя тестировал. Сейчас, смотрите. По сходу бегут B2 и картинка. Хух! Хорошо. Мы не сломали карту. Это уже хорошо. Погнали. Закрываем. Открываем GPU-Z. Открываем. На старт. Давай, давай, давай. Давай сенсор. Включаем GPU-Z и смотрим. Сейчас, смотрите. Будет вот этот резкий скачок, который был. Я его не зафиксировал. Но, кстати, вот прям скачка такого резкого, прям моментального не было. Вот когда я ее тестировал изначально, вот буквально секунда три проходило, и потом резкий скачок до 80. А тут стоит уже поинтереснее. Опа! Казалось. Что-то сдвинулось. Что-то с места дозвинулось. И хорошо. Да, сейчас кто-то скажет, такой себе тест. Надо какой-нибудь 3D Mark, надо какой-нибудь Position. Так, погнали. Можно давайте Position. Вообще-то у всей сети, наверное, будет больно. А, нет, у всей сети новый дурацкий. Не вариант. Так, что у нас тут с Position? Так, хорошо. Бенчмарк пошел. Просто невыносимых два FPS. Идеально просто. Сейчас, подожди. Да ничего. Че? Это вот наш фурмарк. Здесь вообще стало поменьше. Короче, нет, неудобно протестировать это все дело. Ладно, тормозим это все. В общем, действительно, результат появился. Однозначно. Вот так? Вот так можно делать. Могут делать какие-нибудь нехорошие люди, которые обслуживают карты, и говорят, что мы берем Full Price, прокладки оставляют те же самые, их там промывают, оставят обратно, и меняют пасту. Вот, честно сказать, вот сейчас мы возьмем какой-нибудь GT900 за 200 рублей за килограмм, и намажем ее, и будет примерно та же самая картина. Потому что паста свежая, она действительно поработает какое-то время, поживет, и температура изменится. Но это не полное обслуживание карты. Надо понимать. Потому что вот сколько я потратил времени на то, чтобы пообслужить эту карту? По факту, ну, ноль минут. Вот. Мы просто мазнули, и готовы, у нас есть результат, и человек счастлив. То есть это неправильно. Это действительно неправильно. Поэтому, ладно, все хорошо с картой. Надо еще снять бэкплей, посмотреть ее на обратную доску. Если там с ней все хорошо, вот, сделать полное обслуживание, поставить прокладки, отдать человеку и сказать, что все нормально. В принципе, была куплена хорошая карта, но с обслуживанием какой-то прикол. Вот. Ну, ну, лайн. Ладно, друзья, все. Затянули конкретное. Короче, это первое видео, оно прям корявое, невыносимо корявое. Поэтому терпения вам, тем, кто досмотрел вообще красавчики. И все, наверное, до завтра. Завтра, может быть, что-то повнять не будет. У нас Миша наконец придет, Миши не было. Поэтому, ладно, все, хватит. Я сейчас не остановлюсь. Всем до скорого и пока. Субтитры сделал DimaTorzok